Я очень рад быть вместе с вами сегодня. И очень хорошо, что Матитьяху переводит меня. Потому что он может переводить как с английского языка, так и с иврита. Вы это увидите. Я очень рад быть с вами сегодня в этот вечер. Видите? Без проблем. Большую часть времени я и Пэдди жили в Израиле. Мы являемся гражданами Израиля. И принимаем участие в служении в Библейской школе ученичества в Иерусалиме. В общине Охилай Рахамим в северной части Хайфа. Вместе с Айтаном Шишковым. Все же мне приходится путешествовать и посещать ряд общин в Соединенных Штатах. Также я принимаю участие в Союзе Мессианских Еврейских Общин. Теологической семинарии в частности. Поэтому я очень занят. Я очень хочу преподавать этот класс, потому что эта тематика очень важна. Мы располагаем всего лишь четырьмя вечерами. Будем ненадолго перерываться, чтобы компенсировать трудность занятий по вечерам. И это всего лишь введение. Я надеюсь, что вы ищете книги о лидерстве. На темы лидерства в общине. Лидерство в бизнесе. Всевозможные книги о лидерстве. Вот что я узнал о лидерстве за последние 35 лет. Во-первых, я понял, что не каждый призван быть лидером. Я сказал это, потому что моя книга для лидеров и для членов общины. Я хочу, чтобы члены общины понимали, кто такие лидеры. И чтобы они их поддерживали. Не каждый призван к значительному уровню лидерства. Но каждый призван к первоначальному уровню лидерства. А это значит, что каждый должен быть лидером в своей жизни. Вы должны управлять самим собой. Принять решения о своей жизни. Принять лидерство над собственной жизнью. И когда мы говорим о лидерстве в этом курсе, то мы подразумеваем уровни лидерства в организациях. Малых группах, больших группах. Среди групп общин. И организаций различного типа. Что я понял в отношении лидерства? Некоторые люди настолько одарены и станут лидерами без особой подготовки. Подготовка только поможет им стать лучшими лидерами. Однако лидерство – это дар от Бога. Во-вторых, некоторые люди могут научиться быть лидерами. Дары некоторых очень скрыты. И только в процессе подготовки и принятия ответственности мы удивимся, но поймем, что они могут стать лидерами. Некоторые люди никогда не станут значительными лидерами. В этом нет ничего плохого. Потому что некоторые люди должны быть последователями. Лидеров без последователей не бывает. Подумайте об этом. Многие люди должны научиться быть хорошими последователями. Поэтому мы хотим поговорить о лидерстве. Под словом «лидер» мы подразумеваем кого-то, кто ведет группу людей куда-то для определенной цели. Лидер должен вдохновлять своих последователей виденьем. Почему мы должны вместе принимать участие в каком-то проекте или видении? Например, если человек является лидером видеошколы. Некоторые люди изготавливают кассеты. Одни дублируют кассеты. Другие их упаковывают. А также есть остальные члены команды, принимающие участие в процессе записи. А некоторые рассылают кассеты. Почему они должны должным образом выполнять работу? Потому что лидер передает им виденье. Потому что это служение дает очень многое многим людям. Это служение изменяет жизни. Оно важно. Поэтому эта группа имеет посвящение и усердие. Они проявляют интерес к этому служению. Они подотчетны. И делают работу на отлично. Иешуа – великий лидер. Но он пытался вести людей с таким видением, что не было легко. Поэтому мы должны ухватиться за видение Иешуа. Потому что у каждого из нас есть видение, которое подчинено видению Иешуа. Какое видение Иешуа? Если есть лидеры, тогда должно и быть видение. Поэтому Иешуа – лидер. Какое у него было видение? Его видение установить Царство Бога. Итак, почему люди должны заботиться о Царстве Бога? Потому что жизнь лучше в Божьем Царстве. В Царстве Божьем воплощается цель создания людей. Иешуа не принес Царство Бога в полноте. Это произойдет только после Его возвращения. Во время, когда Он был на земле, стадия Царства Божьего была очень важной. видение Иешуа установить общины Царства. Смысл общин Царства в которых готовят учеников. Иешуа рассказывал много притч о Божьем Царстве, чтобы воодушевить людей о Царстве. Он учил о будущем Царстве. Также Он учил о жизни в настоящем Царстве. Он оставил заповеди, относящиеся к Торе. в 5-7 главах Евангелия от Матфея, как они должны жить вместе и любить друг друга. в Евангелии от Иоанна и в притчах Он дал привлекательную картину. Он дал картину жизни в Царстве так, что захочется быть Его частью. Путь в это Царство через смерть Иешуа. Мы говорим, что крест не слишком еврейский символ. Я бы хотел, чтобы было иначе. Но крест символизирует Его смерть и воскресение. Поэтому для воплощения Царства Божьего человек должен отождествить себя со смертью Иешуа и Его воскресением. Затем приходит Дух Святой и человек может стать частью Царства Бога. Видение Иешуа не было похоже на видение многих евангельских церквей. Вот почему евангельским верующим трудно воспроизводить лидеров. Что я имею в виду? Видение Иешуа создать общину. Евангельские верующие хотят создать собрание. Что это значит? Евангелие, пришедшее к нам из Северной Америки не ориентировано на общину. Это индивидуалистическое евангелие. Идет проповедь не о Царстве Бога, а о том, чтобы принять Иисуса и попасть на небеса. Затем вы приходите в церковь, где вы слушаете проповеди о том, как стать лучшим человеком. Но Новый Завет — это Евангелие общины. Человек находит спасение в общине. Призвание направлено к общине. В общине человек находит жизнь. И, становясь частью общины, мы знаем, что имеем вечную жизнь. В самолете я читал книгу одного очень известного теолога из Северной Америки. Его зовут Ричард Хейз. Он говорил об обетовании Духа в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал, «Хорошо, чтобы я ушел». И когда я уйду, то пошлю вам Духа Святого. И Он направит вас на всякую истину. И Ричард Хейз сказал, что в Северной Америке люди понимают это как личное принятие Духа Святого. И затем этот человек направляется на всякую истину. В этом есть рациональное зерно. В каждом живет Дух Святой. Но акцент Нового Завета не на этом. Акцент на том, что Дух Святой присутствует в общине. Ричард Хейз сказал, «Быть направленным на всякую истину имеет отношение к общине, а не к отдельным индивидам». Верно? Поэтому как вся община может быть направлена на всякую истину? Доктор Хейз известный теолог Нового Завета, всемирно известный ученый, вероятно благодаря дару пророчества в общине. Вау! Это поможет нам сфокусироваться на лидерстве. Поймите это. Это очень важно. При условиях индивидуализма на самом деле вы не нуждаетесь в лидерах. Вам нужны проповедники, но не лидеры. Проповедники ходят вокруг, говорят людям покаяться и спастись, читать Библию, и делать то, о чем в ней написано. Конечно, это невозможно, потому что Библия говорит нам оставаться в общине. Но давайте просто предположим, что такое возможно. Появится еще больше проповедников. Они будут ездить туда-сюда и проповедовать. Некоторые люди уверуют. У них будут личные взаимоотношения с Богом. Некоторые с них начнут проповедовать. Но община так и не появится. Или организация. С нами. Лидеры вам не нужны. Лидеры нужны для созидания общины. Вы нуждаетесь в лидерах для того, что вы стремитесь создать. Вы все со мной? Да. Все хорошо? Мы стремимся создать определенный тип общины Царства Божьего, которую мы называем мессианская еврейская община. Итак, после 33 лет с переменным успехом, у меня появились новые большие вопросы. Вопросы о том, чем я занимаюсь. Должен ли я задать эти вопросы Марселло? В начале мессианского еврейского движения 35 лет назад люди в нашем движении, которая по своей сути является небольшой субкультурой, дала определение двум терминам. Эти термины никто больше не использует. Позвольте мне объяснить. Они дали новое определение слову «мессианский» и термину «еврейский», что приводит к большой путанице за пределами нашей субкультуры. Позвольте мне объяснить это. Происхождение слова «мессианский» от слова «мессия». Но в процессе использования этого термина «мессианскими верующими» слово «мессианский» используется как синоним слова «еврейский» «мессианский». Потому что мы говорим «эта песня не мессианская». Другими словами, это не еврейская музыка. Но они используют термин «мессианская». Я прав, да? Я не даю вам готовый ответ. В то время, как среди обычных евреев слово «мессианский» подразумевает веру в приход Мессии. Мы, мессианские верующие, верим, что Мессия пришел. Наше новое определение этого слова не настолько еврейское, и я хочу объяснить это. Кроме случаев, когда мы комбинируем его с другим словом. Еврейская община. А вот это забавно. Слово «еврейский» — это прилагательное, которым евреи называют все, имеющее отношение к еврейской культуре. В Северной Америке, Израиле, по всему миру, минора — это еврейский символ. И в Северной Америке такой бублик также является еврейским символом. Верно? Вы не знаете. Это так и есть на самом деле. Это пришло из Восточной Европы. Разнообразная еда. Крейплах — из еврейской кухни. Молитва Амида — еврейская. Покачивание во время молитвы — это еврейская. Ношение ермолки, кипы — это еврейская традиция. В мессианской общине есть определенные традиции. Но вот где появились изменения. Еврейские общины по всему миру — это общины, в которых есть евреи. Община не может быть еврейской, если в ней нет евреев. В Северной Америке есть общины, которые называются мессианскими еврейскими общинами, но в которых нет евреев. И когда в такую общину заходит еврей, и там нет евреев, как это может быть еврейской общиной? Итак, но такую терминологию мы используем. Я думаю, что лучше использовать слово «мессианский», если вообще немало евреев. И даже если это другое слово, и в нашей среде есть мессианские евреи, или же мы практикуем мессианские еврейские традиции, мы можем сказать «еврейская община», если у нас есть евреи. Цель мессианских еврейских общин — привлекать евреев. В Северной Америке у нас есть мессианские общины, где много евреев. А также много мессианских общин только с небольшим количеством евреев. Но все они практикуют еврейские традиции. В Израиле почти в каждой общине много евреев. Но многие из них совсем мало практикуют еврейские традиции. Это очень странно. Чем больше евреев, тем меньше традиций. Я уже долго пытаюсь выяснить, почему так происходит, Марселло. Подумайте, если придут перемены. И в том, и в другом. Мы сказали, что наша цель — это мессианская еврейская община. Что значит, что в ней есть евреи. И это община, в которой практикуется ученичество. Поэтому лидерство начинается со следующего — «Что ты призван созидать?» И как я учил ранее, это означает понимание Евангелия. Я не хочу повторяться и учить тому, чему я учил в последний раз. Но я верю, что по мере изучения Евангелия, в которое были внесены изменения, как в римском мире, там было опасно проповедовать о царстве. Основополагающее утверждение о Благой Вести, которое я вижу в Писании, Царство Бога приблизилось. Марка, 1 глава, 15 стих. Любое другое утверждение Евангелия, которое менее значительно, это всего лишь часть Евангелия. Благая Весть — это приглашение в Царство Бога. Это вечная жизнь. И вечная жизнь начинается сейчас. Не только после смерти. Это приглашение жить в Царстве. В Царстве Бога — правильный порядок. Иными словами, мы стараемся построить общину Завета, где все в правильном состоянии. Когда все находится в правильном состоянии, тогда приходит шалом. Каждый исполняет свое предназначение. Каждый становится тем, к чему он призван. Поэтому Иешуа говорит, благодаря Его смерти и воскресению, Он стал дверью. И благодаря входу через эту дверь, через Иешуа, мы входим в Царство Бога. И только таким образом мы можем попасть в это Царство. Царство Бога в настоящем показывает то, что мы называем общиной Завета, общиной учеников, где каждый из нас учится жить в соответствии с учением Иешуа. Иешуа сказал, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Царство состоит из многих сфер. Много частей Царства. Вот здесь вот семья. Здесь бизнес. Здесь правительство. Я имею в виду гражданское правительство. Все это должно быть под правлением Иешуа. Но центр, ступица колеса, это община. Люди скажут, «Это неправильно». Семья более важна, чем община. Надеюсь, что все мы очень эмоционально связаны с нашей семьей. Я люблю мою жену, детей и внуков. Но Иешуа не сказал, «Я создам свою семью, и врата ада не одолеют ее». Он не сказал, «Я создам мою корпорацию». Он не сказал, «Я создам моих гражданских правителей». Но Он сказал, «Я создам церковь мою». Почему? Потому что в общине люди смогут стать учениками, чтобы слушаться всех заповедей Бога, когда они учатся ходить в Духе. Поэтому в общине успешная семья учит другие семьи, чтобы стать тем, кем они должны быть как семья. Чтобы набожные бизнес-лидеры обучали других бизнес-лидеров, как по-библейски действовать в бизнес-мире, или же в правительстве, или же в мире искусства, или в мире спорта, или в мире образования, или в любой другой сфере, с которой мы соприкасаемся. Все это происходит из центральности общины. В 28 главе книги Матфея мы узнаем о лидерах, которых подготавливал Иешуа. И это давалось не так легко. Правда? Было ли ему легко их подготовить? Но он все равно готовил их. Матфея 28, 16. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Задумайтесь на мгновение. Хошев. Подумайте. Почему Ешуа сказал, «Дана Мне всякая власть»? Во-первых, я не думаю, что это подлинная причина. Но это изумительное откровение Его божественности. Только тот, кто от Бога может сказать, «Всякая власть дана Мне». Верно? Потом Он говорит, что поскольку вся власть принадлежит Ему, то Он может делегировать власть. Он говорит, «Итак, идите, научите все народы». «Итак, идите, научите все народы». «Иешуа делегировал власть, чтобы приводить новых учеников». Власть лидеров общины основывается на двух фактах. Первое – быть назначенным Ешуа. призванием Божьими предшественниками. Таким образом сохраняется преемственность. Это не самоназначение. Во-вторых, этот человек проходит экзамен. Каким образом это происходит? Во-первых, привести его к первоначальному посвящению от всего Своего сердца. Иными словами, погрузить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То, как мы проповедуем благую весть, либо приведет нас в правильном направлении, а если мы проповедуем неправильно, то это принесет нам вечные проблемы. Для достижения успеха в общиной жизни у нас должно быть достаточное количество лидеров для людей и для распространения Царства Божьего. Мы сможем подготовить достаточное количество лидеров, если мы начнем с полностью посвященных людей. Если люди уверуют в благую весть, помолятся, чтобы Иисус спас их, и чтобы им не попасть в ад, тогда необходимо будет преодолевать эту неправильную презентацию Евангелия, что станет причиной посвященной общины. Если вы говорите людям, «Су соус, я хочу рассказать тебе благую весть, ты можешь войти в Царство Бога, ты приглашен в Царство Бога». И Иешуа призывает тебя отдать Ему всю свою жизнь, войти в это Царство, и все в твоей жизни Он приведет в порядок. Это значит взять свой крест. Это значит распинать самого себя. Это значит, что воля Бога становится твоей волей, чтобы Бог мог больше использовать твою жизнь. Если ты подчинишься Иешуа, тогда Он все приведет в порядок в твоей жизни. В твоем браке, финансах, семье, Он поместит тебя в свою общину. Он заберет твое одиночество, твою бесцельность, проблемы с деньгами. Выровняет аспекты всех сфер твоей жизни. Он поместит тебя в общину. потому, что это центр, с которого начинается божественный порядок. проповедь Евангелия Царства, что включает призвание к распятию и призыв к общиной жизни, приводит к радикально посвященной группе людей. Почему это важно в лидерстве? Потому что радикально посвященные люди желают стать всем, кем только можно для Царства Божьего. они желают хранить их жизни в святости. Бог, помоги мне быть всем, кем только я могу быть для тебя. Если у людей есть такое отношение, и у них есть возможность подготовки, тогда появятся все призванные к лидерству. Во многих религиозных заведениях, где люди встречаются вместе, у многих есть способности к лидерству, но к которому они так и не доходят. Потому что они не желают всего того, кем они могут быть для Господа. И те, кто у власти, не осознают и не хотят готовить лидеров. Передавать им ответственность, часть функций общиной жизни. Это призвание людей, призванных к лидерству. И их подготовка, передача им ответственности. Следование примеру Ишуа. Ишуа сказал, идите и учите все народы. Подведите их к первоначальному посвящению. Погрузите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что Он делал потом? Отсылал их домой? Хорошо, теперь вы спасены. Идите и спасайте других людей. Нет, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам. Уча их соблюдать все, что Я заповедал вам. Это ключ к Его присутствию среди нас. сия с вами во все дни до скончания века. Он обещает быть с нами. Если мы будем делать то, что Он говорит нам, вам позволено учить других, учить их исполнять все, что заповедано. Тогда Я буду вместе с вами. Понятно? Это важно понимать, и мы сделаем наш короткий первый перерыв. Мы сказали, что хотим создать мессианскую еврейскую общину. Я стер это. Но это мы сказали ранее. Это значит, мы стремимся создать общину, стремимся достичь евреев и снова распространить среди них Царство Бога, потому что они принесли Царство Бога в мир в самом начале. Поэтому, вне исключения, кстати, в контексте ученичества, мы стремимся достичь евреев. И научить заповедям Бога в отношении еврейского призвания. Потому что еврейскому народу даны заповеди, которые не даны другим. Верно? Может кто-то назвать заповедь, которая дана только еврейскому народу? Это легко. Я хочу увидеть, кто же вспомнит ее. Правильно. Хорошие студенты. Это весьма очевидно в Новом Завете. А как насчет этой заповеди? Нам заповедано желать жить в Израиле. Может, Бог не поведет вас туда, но мы должны заботиться об этой земле. Эта заповедь дана только нам, евреям, и никому больше. Вы также увидите, что есть и другие заповеди. Поэтому мы должны учить евреев в контексте их еврейской жизни. Ишуа сказал, что мы должны научить людей исполнять все его заповеди. И я начну с этого после перерыва. Ишуа учил нас серьезно воспринимать все заповеди Моисея. Заповедь Ишуа серьезно воспринимать заповеди Моисея. Поэтому мы должны быть серьезны в отношении заповедей евреям и их еврейской жизни.